Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я меньше раздумываю, меньше каких-то тилетов в моей жизни, потому что, ну, есть какая-то там, знаете ли, книжка, в которой, в общем-то, более-менее четко написано, что нужно делать в каждой ситуации. И, ну, и всегда, конечно, легко следовать этой книжке. Ну, в общем-то, я стараюсь. И поэтому он уже сказал мне легче, наверное, чем многие другие занимаются политикой в России. Ну, недавно пишут человек, текновальный, а чё тебе все пишут? Держись, не сдавайся, терпи, там, сажены зубы. Чё тебе терпеть-то? Ведь, ну, ты же вроде бы в интервью в городском губах, видишь? А сказано ведь, блаженны, жаждущие и алчущие правды, ибо они насытятся. И я думаю, вот именно, отлично сидел, значит. И я подумал, надо же, как человек, хорошо меня понимает. Потому что, ну, что было не отлично, но вот эту конкретную заповедь, я всегда воспринимал как такую более-менее инструкцию в деятельности. И поэтому, ну, безусловно, не очень раздражаясь тем местом, где я нахожусь, тем не менее я не испытываю никаких сожалений о том, что я вернулся, о том, что я делаю. Ну, потому что я сделал всё правильно, наоборот. Я испытываю, ну, такое, ну, какое-то маленькое, что ли. Потому что в какой-то сложный момент я делал, как положено, по инструкции, но как бы и не предал. И важная вещь об этом. Ну, безусловно, для современного человека вся эта заповедь, блаженной, жаждущей, алчущей правды, ибо они насытятся, она звучит, конечно, очень напыщенно. Ну, и люди, которые в порядке и вечно пытаются, ну, в порядке, отходят, ну, и руки в сумасшедшем. Сумасшедшем справятые и руки, сидят там с клокочными глазами, волосами в спекабеле, и, значит, вот, пытаются себя подботать с чем-то. Хотя, ну, конечно, они одиночки, они одиночки, тоже они никому не нужны. И это вот важнейшая вещь, которую и власть наша, и вся система, она пытается сказать таким людям, ты одиночка. Ты одиночка. То есть сначала нужно запугать, а потом доказать, что ты один. Ну, потому что, ну, какие нормальные люди, ну, мы же нормальные люди, мы отрекватные люди, мы придерживаемся какой-то там филийки, какие-то самые эти, господи, боже, ну. И вот эта вот вещь про одиночество, она очень важна. Она очень важна как цель, власть. Отлично, кстати говоря, по этому поводу сказал один из... он мне рассказал замечательных философов по имени Павловна Галдун. Вот это как говорил в Гарри Поттере. И разговаривая с Гарри Поттером какие-то по-всложные времена, она ему сказала, важно не чувствовать себя одиноким, потому что, конечно, на месте Голан-де-Морта я бы очень хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Ну, и безусловно, конечно, в нашем доме, в дворце, он тоже этого хочет. Знаете, вот там в Воле, замечательные ребята, и в моей тюрьме тоже нормальные, он со мной не разговаривал, он запретил со мной говорить, видимо. Но он не говорит такие тяжелые фразы. Это тоже такая важная вещь, чтобы ты постоянно чувствовал себя одиноким. но я совершенно не чувствую. Я объясню почему. Потому что вот эта вот конструкция, блаженная, жаждущая, ялчащая правдой, ибо она не рассытится, она кажется какой-то экзотической, ну, странноватой. Но на самом деле, это главная политическая идея, которая сейчас есть в России. Вот, Ваша честь, какая существует в России такая фраза, формировка, самая популярная, политическая вообще? Какой самый популярный лозун в России? Помогите мне, кто-то. В чем сила? Правильно. Сила в правде. Вот эту фразу, которую повторяют все, так это же оно и есть. Это не есть, а самое западное блаженство, только вот это, без какого, ибо, ибо, алчащее, оно просто сжато для размеров тридера, но, по сути, оно и есть. И вся страна во все лобби повторяет, что сила в правде, за кем правда, тот и победит. И вот это очень важно. И, несмотря на то, что страна наша сейчас, ну, конечно, она, но она построена несправедливостью, и мы не стоим сталкиваемся с несправедливостью, мы видим вот худшее вид несправедливости, несправедливость вооруженная. Но, тем не менее, мы видим, что вот примерно с этим, вот миллионы людей, десятки миллионов людей, они хотят правды, они хотят добиться правды. Неравен или поздно, они ее добьются, они насытятся, потому что все уже очевидно. Ну, вот есть дворец, где можно говорить, что он не твукон, или он не умеет, но он есть. Ну, есть вот эти вот нищие люди, ты можешь говорить, что у нас, значит, в собственном виде жизни, но страна бедна, и это видно всем. Они должны быть богаты, вот они эти права построили, деньги зарабатывают, а денег нет. И это правда. И против нее не попрешь. И рады или поздно, эти люди, которые хотят правды, они добьются своего, они насытятся. И важная вещь, о которой я вам хочу сказать, и в вашем лице, в лице, паспору, ура, вообще все и власти, всем людям, что важно не бояться тех людей, не бояться тех, кто добивается правды. Ну, потому что многие же опасаются, ну, боже мой, что будет, будет революция, какие-то кошмары, потрясения, но подумайте сами, как хороша была жизнь без постоянного вранья, без этой души. Это вообще возможность не врать. Это же просто восхитительная ситуация. Подумайте сами, как было бы классно работать с судьей, и чтобы вообще, ну, я не могу телефону убрала, никто тебе не звонит, никто не просто такой классный судье с большой зарплатой, потому что он больше, чем у вас сейчас. Ну, ты уважаемый в том общество, и никто не может им позвонить, никто не может дать тебе указания, как решать дела. И ты приходишь к своим детям и внуковым рассказываешь, что да, ты реальный, независимый судьбер, все остальные судьбы абсолютно независимы. Классно же было бы, ну, просто было бы отлично. Классно ведь было быть прокурором, который на самом деле выступает в состязательной системе, ведет интересную такую юридическую игру, защищает кому-то, или осуждает каких-то реальных злодеев. И вряд ли, я думаю, что люди поступали на юридический факультет и становились прокурорами, чтобы потом участвовать в фабрикации уголовных дел и подделывать за кого-то подпись. Я не верю, что для этого люди хотят стать прокурорами. Я не верю, что люди хотят стать полицейскими, чтобы потом рассказывать о масштабах на митинге кому-то об расстроении нового. Или, вот, мы там конвалировали чувака, а он или не умеет. Мы слушали его бесконечное последнее слово. Никто не хочет этого. Ну, никто не хочет быть таким. Все хотят быть там, нормальным полицейским. Потому что от вот этого враньяна, одним минусом, плюсом, никаких нет, даже зарплату больше не платят. Минусы есть, а плюсов нет. И для всех. А бизнес? Вы бизнесмен. И любой бизнес в стране он стоит в два раза дешевле. Потому что нет судебной системы, потому что несправедливость, потому что это бардак, нищета. И, конечно, всем было бы гораздо лучше, если бы этого вранья и несправедливости не было, было бы гораздо лучше, если бы те люди, которые хотят правды, добились бы правды, ФСБ-шники. Ну, то же самое. Никто, ни один человек на свете не был школьный с горящими глазами, который говорил, пойду в ФСБ и меня там будут управлять, чтобы я стирал трусты оппозиционеров, потому что кто-то их намазал ягодом. Нет таких людей, никто не хочет это делать. Все хотят быть такими нормальными и уважаемыми людьми, воры террористов, воры бандитов, шпионов, бороться с этим совсем. И это очень важно. Просто не бояться людей, которые добиваются правды, а может быть даже как-то их поддержать. Прямо, просто или просто может быть даже не поддержать, а хотя бы не способствовать им жизни, не способствовать им правильные и делать мир хуже напротив себя. В этом есть, конечно, небольшой риск, но по-первых, небольшой, выдающийся философ современности по-вторе Рикстанчис, жители есть, они не искуют, значит, перед просто вялой кучкой монетул, собране беспорядочной и плывучей по течению вселенной. Последнее, что я хочу сказать. Вот прямо сейчас куча писан. Каждое второе, каждое второе весну заканчивается фразой «Россия будет свободной». И это классный розум. Я его тоже постоянно говорю, повторяю, пишу ответ, скандирую на Митерах, но я постоянно думаю, что-то мне не хватает. То есть я хочу, конечно, чтобы Россия была свободной. Но это необходимо, но недостаточно. Это не может являться целью самому по себе. Я хочу, чтобы Россия была богатой. Что соответствует ее национальным богатствам. Я хочу, чтобы эти национальные богатства справедливо распределялись, чтобы все получали одну-то свою другое нефтяного и газового дорога. Я хочу, чтобы не только свободной, но и, знаете, с нормальным здравоохранением, чтобы мужчины доживали отнесенного имущества. Потому что сейчас у половины мужчин в России этого не получается сделать. Мы у женщин намного лучше. я хочу, чтобы образование было нормально. И люди могли нормально учиться. Я конечно хотел бы, чтобы за одну и ту же работу в России мы получали такую же зарплату в средней европейской стране. Потому что сейчас гораздо лучше. Любой полицейский, программист, журналист, кто угодно все получат гораздо лучше. Я хотел бы, чтобы много других вещей получилось в нашей стране. Поэтому нужно же бороться не только с тем, что Россия не свободна, а потому что в целом она по всем направлениям несчастна. Россия постоянно, у нас все есть, но тем не менее это несчастная страна. Русскую литературу откройте и мы русский литератур. Мы можем описание несчастья и страданий. Мы очень несчастная страна, и вот в круге это несчастье не можем из никого вырваться, а, конечно, хочется. И поэтому могут это изменить. Бывает за то, что Россия должна быть не только свободной, но и Россия должна быть счастливой. Россия будет счастливой. Ну и все. – Продолжение следует...